Захват Крыма. Ну это что-то. По серпантину мы спускались, когда остановились, потому что нереальный вид, горы, красота, зелень. Действительно ли Крым наш, Сергей Чернов решил проверить лично и отправился туда на машине. Добраться нужно было до порта Кавказ и на пароме переплыть в порт Крым. Теперь Сергей знает, первое, к чему стоит готовиться, это огромные очереди из автомобилей. Передвигаться очень трудно было. Очень мало паромов было. Всего лишь на тот момент два парома и с двух часов пошел третий паром. Очередь передвигается довольно медленно. Ожидание может длиться больше двух суток. Тем, кто решится в такую поездку на мотоцикле, проще. На паром пропускают без очереди, ведь мотоцикл ставят на то место, где машина не поместится. Зато потом отдыхающим открываются такие виды, что об ожидании никто не жалеет. Первое, что удивляло всех россиян в Крыму, это радушный прием местных жителей. Люди относятся к тому, что, допустим, Крым перешел в Россию, достаточно параллельно. То есть людям не особо принципиально. Российское ли это, территория либо украинская, им без разницы. Местным жителям главное, чтобы были туристы. И без разницы, украинские или российские. Людей на пляжах немного, гостиниц свободных достаточно. Да и цены на жилье радуют. Цены были довольно-таки дешевые. На семью и на друзей наших было 7 человек всего. На двух машинах передвигаясь, мы занимали или двухэтажный дом, который, в принципе, мы снимали за 2500 рублей в сутки. В дальнейшем передвигались после Феодосии в Судак, где вообще цены были порядком 1500 рублей. Крым сам по себе небольшой полуостров, но с достаточно богатой историей. Здесь есть на что посмотреть. Чего только стоит Бахчисарайский дворец? Судакская крепость или пещерные города? Это потрясающее строение средневековья, когда люди, грызаясь в ракушечник, делали в нем жилище. На память после такой поездки остается множество фотографий, собранные ракушки и камешки и желание вернуться еще раз. Ведь посмотреть все достопримечательности Крыма за одну поездку очень сложно.